Проверяю по уровню, если стоит по уровню, ставлю галочку. Полноценная такая самостоятельная инструкция по сборке каркасного дома. Прораба я обучаю нашей технологии, этому чек-листу, всем нюансам. Всем привет, с вами Владимир Колосов, компания Колосов Хаус. Мы строим каркасные дома по правильной каркасной технологии в Москве и области. И этот ролик меня попросила записать наша команда, которая помогает мне вести этот YouTube-канал. Они предложили тему для ролика «Как выбрать строительную компанию?» Чтобы я в этом ролике рассказал вам о преимуществах нашей компании, чтобы вы в итоге склонились в пользу Колосов Хаус. Я скажу честно, мне на самом деле все равно, в какой компании вы собираетесь строиться. Если это будет не Колосов Хаус, я вам только могу пожелать успехов. Я не хочу делать такой рекламный ролик. Я думал, о чем я могу реально рассказать, как правильно выбрать компанию. Все-таки, если есть такой запрос, значит, надо поделиться чем-то из практики. И я решил поделиться просто своей болью. Поскольку это моя боль, то, наверное, я говорю о ней всегда. Везде, в любом своем ролике. Но здесь я просто максимально полно эту боль изложу. Вот как человека, который находится внутри этого рынка. А вы уже там дальше сами принимаете решение. Так вот, с чем связана моя боль? Я повторюсь для тех, кто раньше не слышал. Я изначально пришел в рынок каркасного строительства из общестроя, из ремонта квартир. И на тот момент мало понимал, что в каркасном строительстве. И просто стал работать как представитель компании из другого города. И просто искал для нее клиентов. И пока искал клиентов, параллельно, естественно, изучал эту технологию. Читал СП, смотрел ролики, американские всякие книжки читал. Передо мной разверзлась бездна. Я увидел, что никто на российском рынке на тот момент, это было уже 4 года назад, что никто на тот момент не понимал, как правильно строить каркасные дома. И, по сути, в течение нескольких месяцев, я, разобравшись хотя бы базово в этой технологии, я понял, что я не хочу работать ни с какой компанией, потому что это будет просто обман людей. То есть, это реально дома из говна и палок за какие-то копейки. И начал, значит, вести собственный бизнес. Для тех, кто сейчас подумал, что я говорю про недавний наш расход с каркасным домом, это все было еще до этого. Начал вести самостоятельный бизнес, погружаться в эту технологию, но здесь я столкнулся с другой проблемой, что рабочие, они не могут посадить себе в голову мой мозг. И то, что я знаю, то, что мне кажется, я передал грамотно рабочим, оно не всегда реализуется на местах. Мало того, не то, что не всегда, а почти никогда не реализуется. Все равно рабочие строят так, как считают нужным. Достаточно настрадавшись от этих проблем, я собрал все свои знания, разобрал всю технологию до винтика, до гвоздика и собрал все свои знания в перечень основных моментов, которые нужно соблюдать при строительстве. Много из этого было написано кровью, то есть какие-то всплывали проблемы на объектах, я их описывал, пытался понять причины этих проблем и описывал их в виде этого списка, который впоследствии назвал чек-листом. И этот чек-лист я, собственно, передавал бригаде, говорил, что вот смотрите, я буду проверять вас по этому чек-листу, и вот каждый пунктик, там какие-то вот просто любые мелочи, что стойка должна стоять по уровню. Я прихожу, проверяю по уровню, если стоит по уровню, ставлю галочку. Там вот здесь должно быть закручено на два глухаря. Я смотрю, если закручено на два глухаря, ставлю галочку. И вот так вот весь дом был описан в большой список. Изначально его версия была порядка 50 пунктов, сегодня более 150 пунктов, и там еще куча картинок. И, в общем, сейчас это, наверное, уже полноценная такая самостоятельная инструкция по сборке каркасного дома, и она продолжает постоянно дополняться. Сейчас уже по большей части ее дополняет директор по строительству Сергей. Те, кто с нами уже строился, наверняка с ним знакомы. В общем, тоже профессионал своего дела настоящий. Я очень рад, что он у нас в команде, и вот он помогает сегодня в том числе пополнять этот чек-лист. Так вот, о чем я хотел сказать. Вот здесь мы упираемся в главную разницу, как, на мой взгляд, между тем, чтобы контролировать стройку и чтобы этого не делать. У многих компаний, я когда захожу к ним на сайт, ну, смотрю вообще, что по рынку происходит, захожу в раздел «Вакансии» и вижу, что там, например, требуется прораб, и обязательные условия выделены крупным, там, или подчеркнуто, чтобы у него были свои бригады. То есть, что это значит? Что собственник бизнеса нанимает человека, который сам уже со своими рабочими потом сам их контролирует, сам с ними что-то строит, а собственник бизнеса, по сути, таким образом снимает с себя ответственность. То есть, он просто дает ему деньги, говорит, вот тебе деньги, вы там сами с бригадой разделите между собой. В общем, главное, чтобы дом построили. А как он будет построен, по сути, уже никого не волнует. И мне вот такой подход кажется, честно говоря, не очень правильным. Еще раз, я не говорю, что все компании так делают, но это вот то, что я видел. Если у вас в регионе есть компании, которые разделяют такой подход, я буду только рад. Вот в чем отличие? Мы берем отдельно бригаду, отдельно прораба. Прораба я обучаю нашей технологии, этому чек-листу, всем нюансам. И дальше прораб по этому чек-листу уже проверяет бригаду. В таком случае я понимаю, что тот контроль, который я изначально вкладывал в понятие строительства каркасного дома, что он здесь соблюдается. В противном случае бригада строит так, как считает нужным, или как считает нужным ее прораб. И, скорее всего, если это бригада от прораба, то, естественно, они как бы заодно находятся, и прорабу невыгодно как-то в некрасивом свете бригаду представлять перед кем-то, поэтому какие-то косяки могут заминаться. Ну, в общем, это уже не то, что изначально называется как технология каркасного строительства. Поэтому, по сути, мой главный совет, это при выборе строительной компании выясняйте, каким образом контролируется качество. Вот это, на мой взгляд, это прям главный пункт в каркасном строительстве, потому что он состоит, весь дьявол в каркасном строительстве кроется в деталях, и достаточно там пары щелей не в тех местах для того, чтобы все ваши усилия свелись к нулю. Не стесняйтесь просить съездить на экскурсию компании, не стесняйтесь там поговорить с бригадой, поговорить с менеджерами, всегда выясняйте, каким образом контролируется качество. Никакие сказки, фотографии на сайте ничто не заменят настоящего живого контроля качества. Вот это главный мой совет. Ну, а выбор в любом случае остается за вами. Ну, а с вами был Владимир Колосов. Всем пока!